Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую! Сегодня мы поговорим с вами о том, как с пользой использовать отходы от фруктов, особенно новогоднего стола. На одной шестой части суши люди моего поколения, конечно, ассоциируют новогодние праздники с этими замечательными фруктами, мандаринами, да? Ну, конечно, времена дефицита канули в лету, сейчас уже хватает апельсинов, мандаринов, любых цитрусовых, любая экзотика, круглый год, когда только хочешь, бананы не по килограмму в руки дают, а столько, сколько тебе хочется, только покупай, да? Потому что то, что я скажу, во многом также касается и банановых корочек. Ну, банановые корочки хорошо известны, на них можно замечательно выращивать триходерму, мы об этом говорили, я и показывал, и рассказывал. И это вообще без проблем. Ну, вот, остановимся на корочках. Конечно, если семья большая, цитрусовых, и вы едите много, каникулы, праздники, что-то еще, этих корок может за один день накопиться довольно большое количество, да? Вот этих вот корок, они такие достаточно большие по весу, вот плесенька на них, если они накапливаются, может появляться. Я про нее тоже в конце, ближе к концу скажу про эту плесень, страшная она или нет, и что, как быть, если заплесневели. И давайте разберем те основные способы использования вот этой кожуры цитрусовых, куда ее девать, кроме того, что выкинуть. Конечно, самой замечательной идеей утилизации корочек, цитрусовых бананов, там прочих фруктов, конечно же, является компостирование. В компостировании различают два типа компостируемых отходов растительных. Это целлюлозное сырье, то есть это солома и опилки преимущественно, и это зеленые части растений, то есть скошенная трава, листья, ботва всевозможная, ну, то есть сорняки там и так далее. Вот корочка цитрусовых и бананов относится к зеленым частям растений. Хотя они, конечно, не зеленые, но по содержанию питательных веществ, а именно азота, фосфора, калия, она, конечно, эта корочка очень отличается от опилок и от соломы, где преимущественно содержится целлюлоза углерод, а в этих корочках содержится достаточно много всего остального, что необходимо для жизнедеятельности микроорганизмов, которые превращают все эти растительные отходы в ценный полезный продукт для садоводства и огородничества, а именно в компост. Многие переживают, что вот эти цитрусовые совершенно противопоказаны червям. Ничего подобного, это более чем сказка. Черви прекрасно поедают корочки цитрусовых, если только, конечно, вы не посадите их исключительно просто в эти корки, да, и ничего другого там не будет. А добавлять по мере появления этих корочек, то есть ни токсического действия, ни отравляющего, ни какого-то еще, эти корочки цитрусовых на них не оказывают. Эти корочки цитрусовых очень быстро подхватываются всевозможными грибами и пенициллумом, и триходермой, и многими-многими другими. И оказывают только самое благоприятное влияние на жизнедеятельность дождевых червей. Не переживайте, кладите и бананы. Бананы, многие думают, что вот там много дубильных веществ, они, значит, вот так коричневеют, и поэтому тоже противопоказаны для дождевых червей. Все это полная ерунда, ну вы же не кладете тонну туда сразу, да, и не половина объема у вас компостника занимают эти корочки. В составе при нормальной семье, да, там 2-3 семьи, ради бога, пусть вам приносят эти корочки, кто-то там соседи, если вы их собираете, вы можете их закапывать по участку, вы можете их разбрасывать в теплице, вы можете их класть в компостники, вы можете кормить ими старателя, но не только ими, конечно, да, то есть, ну 30% от общего объема, который вы подкидываете этим червям, вполне нормальное количество, так что не верьте этим пустобрехам. Ну, конечно, не все делают компост, не все накапливают эти корочки, не у всех есть компостная, там, куча яма, компостник, да, не все будут разбрасывать это, закапывать по участку или в теплице еще где-то, поэтому, конечно, возникает вопрос, что тогда делать. Конечно, замечательная идея сушить эти самые корочки, вы их можете сушить, сейчас батареи центрального отопления топятся, возможности для сушки огромные, и затем, опять же, можно сухие эти корочки подмешивать в почву для высаживания рассады, можно прям в лунки класть по какой-то горсти этих корочек, это будет очень хорошее питание, да, привлечение червей, ну и кротов тоже заодно, надо про это не забывать, привлекаем червей, привлекаем кротов одновременно, это будет хорошим источником питания для ваших растений, ну, то есть, точно так же использовать, но только через предварительное высушивание. Еще очень хорошей идеей является измельчение этих самых корочек, их высушивание и подмешивание в землю для рассады, кроме тех полезных свойств, о которых я уже сказал, надо помнить, что корочки, особенно цитрусовых бананов в меньшей степени, можно сказать, бананов вообще никак, а вот именно цитрусовых, апельсина, мандарина, грейпфрута и других, помело очень хорошо, они содержат большое количество пектина, и пектин очень хорошо разбухает в почве, является до того момента, как его съедят почвенные микроорганизмы, он является очень хорошим аккумулятором влаги и поддерживает хорошую влажность, комфортную влажность почвы, он забирает излишек воды питательных веществ из почвы и по мере подсыхания грунта отдает их. Конечно, корочка эта пролежит в стаканчике в этом с рассадной землей, с рассадой, но не более чем там месяц она там продержится точно, потом она сгнёт без остатка, но больше, другой раз нам больше и не надо, да, корни уже разовьются хорошо и будут вполне выдерживать все эти колебания влажности и поступления питательных веществ и уже без всяких корочек. Поэтому до 20% корочек вы можете подмешать в состав вашего грунта. Но имейте в виду, по мере того, как почвенная микрофлора будет скидать эти корочки, грунт у вас будет проседать, вы будете подсыпать землю, тем самым увеличивая объём корневой системы ваших растений. Вы можете совмещать вот эти кусочки корочки в рассадную землю одновременно с кофейной гущей, с чайной заваркой. Суммарное количество вот этих добавок не должно превышать 50% от количества нормальной плодородной земли, не более 50% суммарно. Ну и, конечно, существует очень много прочих рекомендаций, касающихся использования этих корочек. Сейчас мы с вами о них поговорим. Ну, первое, это, конечно, натирайтесь этими корочками от комаров. Ну, во-первых, новогодние праздники в зимний период, период основного потребления цитрусовых, никаких комаров у нас нет. Поэтому 100 лет не надо. Что касается того, что на этих корочках замечательно заводится муха дрозофила и почвенный комарик, поэтому надо обязательно предпринимать меры для того, чтобы профилактировать их. Поэтому, конечно же, такие препараты, например, как, у меня тут выставка препаратов для защиты растений, защитник сада и огорода форта, который содержит метаризиум и баверию, конечно, применять его в обязательном порядке. Нужно вот такие вот препараты. Или другие, которые содержат энтомопатогенные грибы. Иначе у вас могут полететь мушки. Ну, можете применять и другие методы, ради бога. Вот, но эти являются биологическими и очень комфортными. Судя по этому, не сильно эти корочки работают, никого они еще не отогнали. Еще их рекомендуют разбрасывать по участку с тем, чтобы по ним якобы не лазят слизни. По моему опыту, слизни по ним лазят прекрасно. Этот метод не работает. Говорят также, что эти корочки отгоняют клей, если развешивать их на растения, прям нанизывать, да, или прыскать настоем, отваром этих корочек. Тоже не могу сказать, что этот метод работает. Не работает этот метод. Также говорят, что эти корочки надо разбрасывать там, где поводились ходить коты или собаки в туалет. Не работает этот метод. Не отгоняет этот запах ни собак, ни кошек. Также говорят, что корочки, измельченные корочки отгоняют муравьев. Да, вот здесь я подтвержу. Если сыпать большими горстями высушенные корочки цитрусовых растений на ходы муравьев земляных, засыпать их буквально, то муравьи предпочитают уходить с этих мест. Это связано с тем, что когда осадки появляются, то это все превращается в такую довольно слизкую, помним про пектиновые вещества и набухание, и накопление влаги. Массу потом это все плесневеет, муравьям все это не нравится, они таких мест избегают. Но для того, чтобы защитить плодовый сад от муравьев с помощью этого метода или теплицу, вам надо потреблять этих цитрусовых тонны, потому что корочки эти надо прям горстями сыпать на эти ходы для того, чтобы это было эффективно. Но да, эффективно. Также считается, что высушенные корочки цитрусовых очень хорошо горят, потому что там содержится много эфирного масла, которое горит. И способствует розжигу в печке, в камине, в костре, в мангале. Ну да, они высушенные, когда они очень хорошо высушены, они неплохо горят, хотя никакого эфирного масла там нету, поэтому само эфирное масло испаряется в процессе сушки и никакого влияния на розжиг не оказывает. Что ж, вот такие самые простые вещи, которые работают и не работают в отношении корочек. Ну и в конце я обещал сказать про вот этот пеницилл зеленый, который заводится на, очень быстро заводится на корочках цитрусовых. Первое могу сказать, что если этот пеницилл завелся на ваших корочках цитрусовых, это первый признак того, что корочки эти являются безопасными с точки зрения наличия там остаточных доз фунгицидов. Или их хорошо смыли после того, перед тем, как выдать в торговый зал, или их, этих фунгицидов там и вовсе не было. Второе, эти пенициллы, которые селятся на этих корочках, зачастую являются очень полезными для наших растений, для почвы. Они обладают фосфатомобилизующей активностью, поэтому если корочки даже заплесневели своей ценности, они не теряют. Поэтому не бойтесь этого пеницилла, даже если вот он, как у меня, я корочки накапливал, в пакете этот пеницилл образовался, ничего страшного. Ну просто завязать как следует, чтобы он не летал вокруг, и он будет лишь благотворно влиять на ваши растения, и будет повышать плодородие почвы, и улучшать состояние ваших растений, если вы их подмешиваете в рассадный грунт, в лунки при посадке, высушенные или не высушенные эти корочки, и так далее. Ну что касается с оговорочкой относительно корочек банана, то здесь я бы перед тем, как положить их в лунку, в обязательном порядке, предварительно высушил как следует. Дело в том, что здесь могут селиться и кое-какие насекомые неприятные, и серая гниль может поражать эти корочки банана, чего не скажешь о цитрусовых корочках. Поэтому вот корочки банана менее безопасны, нежели чем корочки цитрусовых. Во всех случаях, даже если вы не можете их высушить как следует, или даже если вы высушили как следует корочки банана, в этом случае, конечно, используйте обязательно препараты триходермы для того, чтобы заселить их на банановую кожуру, для того, чтобы исключить развитие серой гнили, фузыриоза и прочих патогенов, которые, как и триходерма, очень любят селиться на этих корочках, на этой шкурке. На этом я прощаюсь с вами. Ешьте цитрусовые, ешьте бананы, используйте их полностью, без отхода. Вот таким образом, как я вам советую. На этом я прощаюсь с вами. До встречи!